В региональном центре по связям с общественностью состоялось заседание Межведомственного совета по развитию добровольчества и социально ориентированных некоммерческих организаций. Добровольческие объединения подвели итоги 2019 года и наметили планы на 2020. Обсудили также работу Ресурсного центра добровольчества, который в этом году получил грант в размере 5 миллионов рублей. Этот год для волонтеров Омской области был таким же эффективным и значимым, как и предыдущие. Известно, что мы с вами в числе лидеров. Именно поэтому, если говорить о проекте «Социальная активность», мы и получили средства из федерального бюджета. Их получили далеко не все регионы. Мы в числе первых, мы в числе лидеров. Но и мы, безусловно, заслужили это всеми своими действиями, которые были до этой минуты. Еще один региональный ресурсный центр, который объединил волонтеров-спасателей, успешно завершает год. Специалисты отметили значительный рост количества мероприятий, направленных на профилактику безопасности детей и молодежи в природной среде и мегаполисах. В следующем году в ресурсном центре планируют создать группировку из волонтеров-спасателей по обеспечению безопасности и поисковым работам на воде. Эта группировка будет уже существовать в рамках Росоиспаса и ресурсного центра по волонтерству в ЧАЭС. Вот это будет. Дальше мы готовим спасателей, общественников. В следующем году у нас мы в январе планируем уже аттестовать областной общественный студенческий спасательный отряд. Сейчас заканчиваем ремонт на авангардной 8. То есть там уже есть все для того, чтобы функционировал этот отряд. Кошечку надо спасать. Ну, вроде надо, да, собачку надо, да, надо. Тяжелого больного надо поднять, но это же не ЧАЭС. Но это каждый день случается, это каждый день нужно работать. Поэтому вот такие вот люди, они, ну, безусловно, востребованы, крайне востребованы. Вот, наверное, это тоже один из смыслов выделения нам субсидий на создание ресурсного центра. На заседании также присутствовали представители волонтерских центров вузов и СУЗов Омска. Они поделились своими итогами уходящего года. Мы сохранили, наверное, лидирующие позиции одного из лучших волонтерских центров города Омска и Омской области в целом. По итогам мониторинга Ассоциации волонтерских центров России мы показали достойный результат. Количество привлеченных волонтеров у нас только увеличилось, а не убавилось. Качество выполняемой работы и уровень знаний волонтеров повысился. То есть мы привлекаем их к проводению для них обучения, привлекаем их к тому, чтобы они сами обучались. А сейчас существуют различные платформы для самообучения, которые также были разработаны Министерством Просвещения Российской Федерации и Ассоциацией волонтерских центров. Приятным моментом для собравшихся добровольцев стало награждение победителей и призеров конкурса «Дарить добро». Дипломы вручили тем, кто активно участвует в волонтерских мероприятиях и занимается развитием добровольчества, в том числе в школах и некоммерческих организациях Омской области. Мы ходим к ветеранам, мы можем что-нибудь помочь им, допустим, убрать что-нибудь, оказать помощь, которую они скажут, сходить в магазины, если что-нибудь им нужно. Почти каждый день мы проводим акции, почти ни один праздник не обходится без волонтеров. Вместе с волонтерами получили награды и журналисты, занимающиеся освещением добровольческой деятельности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова